У нас сейчас как раз на связи директор Беллингкэт Христо Грозев. Христо, приветствуем. Здравствуйте. Привет вам. Скажи, пожалуйста, можно первый вопрос, Христо, относительно людей, вот этих вот омерзительная восьмерка отравителей. Следишь за их судьбой, пожалуйста, можешь нам пояснить, что с ними сейчас, спустя два года случилось? Продолжают ли они работать? Попадали ли в какие-то еще подобные истории? Живы ли они вообще? Потому что много разговоров, что как бы как не очень удобных свидетелей, все знающих людей, а их могли убрать, устранить. Что известно об их судьбе спустя два года с попытки убийства Алексея Навального? Конечно, это не было нашим приоритетом, чтобы следить за их судьбой, потому что самое важное было понять, что еще, над чем вообще ФСБ работает. Может быть другими людьми, может быть теми же самыми людьми, но по крайней мере мы смогли себя убедить, что можем, доказать по всем, кроме по Кудрявцеву, что они в живых, что они продолжают работать, хотя и разброшенные в разные части страны России. Часть из них, которые не специалисты именно по отравлению, не специалисты по медицине, по химоружиям, они были, скажем так, более удалено, везли их далеко из Москвы, потому что их способности там просто быть мышцами ФСБ, ну, они довольно легко реплицируются, то есть другие могут то же самое делать, поэтому их, вот тех, которые именно нам и лица мы показали, их спрятали по Владивостоку, по Туле и вообще по стране, чтобы они были в Москве, чтобы их не видели. Но они продолжают работать на ФСБ, просто, ну, их жизнь не так интересна, как раньше была. А вот Кудрявцы, ну, сначала скажем, что те, которые были химики, которые имели более специализированных таких бэкграундов, они все-таки остались работать тем же самым и продолжают работать над практически программой устранения неудобных. А вот Кудрявцев, который реально, ну, был самым таким... Разговорчивым. Да, разговорчивым. И реально он, даже не понимая, но он создал самую большую проблему для Путина лично, потому что он опровергнул, ну, и сделал так, чтобы то, что Путин сказал на этой большой пресс-конференции, оказалось лжой, и это было его, как так, непредусмотрено, ну, как-то ненарочный взнос к правде. И поэтому он, видимо, наказан, потому что он считается, ну, не только человеком, который совершил ошибку, а человеком, который сделал больно самому Путину. А что с ним случилось, непонятно до сих пор, но все следы полностью пропали. Нету... Ну, мы пытались через его родственников тоже как-то найти, где он, но ничего не введет к реальному его местонахождению. Поэтому мы очень боимся, что реально с ним могли бы и поступить так, как они сами поступали с тем, которые они считают врагами народа. Христа, ты сказал, упомянул, что это дело лично Путина, Слава Кудрявцева, как говорится, выдали, спалили, да, как можно говорить у нас. А как повлияло в целом на расследовательскую реальность этот кейс? Потому что была нашумевшая история, и это было расследование не просто, там, наши стандарты антикоррупционные или стандартное расследование Беллингет, когда по открытым данным находится такое количество информации, это было такое большое, детальное, где на чистую воду уводились буквально убийцы. Какие последствия у этой истории как-то начали действовать по-другому российские силовики, российские спецслужбы, российские власти в связи с этой историей, которая вскрылась? 99% из посредников по продаже данных, которые реально стали основой для нашего расследования, они не знают, что работать с журналистами, и поэтому они в третьем лице начали рассказывать нам, что вообще рынок был разделен на до Навального, до отравления Навального и после отравления Навального. После отравления Навального ФСБ и Следственный комитет, они начали намного более серьезно относиться к этому рынку. Раньше, видимо, там откатывались какие-то деньги, там закрещивания давались. Ну, а на какой-то период, больше года после нашего расследования, стало намного сложнее работать. Самое важное, что мы стали себя цензурировать намного больше и не делать такие расследования, только если уже было другими способами очевидно и доказано, что идет речь там о вопрос жизни и смерти, потому что мы увидели, что ФСБ стали не только арестовать, но похищать и пытать тех посредников, которые продавали данные. Поэтому мы стали все-таки... Ну, конечно, мы помогли тем, которые конкретно занимались за расследование по Навальному. Мы их вывезли из страны, помогли им, но дальше мы стали себя ограничивать и цензурировать. Могу сказать, что сейчас, уже два года позже, конечно, рынок есть рынок, они начали подзабывать и крыщевать тоже. Поэтому сейчас опять можно делать такие расследования, но еще раз, мы себе ставим ограничения, которые раньше не ставили, потому что не хотим подставлять этих молодых людей. Христо, нельзя, к сожалению, помешать ФСБ пытать людей, похищать и убивать их, но вы нанесли удар, казалось бы, куда более серьезно, когда разоблачили так называемую шпиц-команду. Это же была очень сложная, очень разветвленная система. Прошло два года, как вам кажется, за два года ФСБ могли успеть вырастить новую шпиц-команду, новое подразделение, которое занималось бы такими, ну, скажем, деликатными вопросами? Я не думаю, что они могли бы, во-первых, потому что для этого нужны комбинации от образования, обучения, специальное обучение, но и готовность этих людей делать то, что делали это шпиц-команда. Здесь два проблемы со старым. И с первым критерием. Во-первых, вырасти таких людей, которые имеют комбинацию от медицинского знания и химоружия, но это отнимает как минимум 4-5 лет, не вопрос одного года даже. А во-вторых, я думаю, что мы сделали намного сложнее людям, которые имеют эту компетенцию, принять такую работу, потому что они понимают, что их будущее, их анонимность, она не гарантирована, не гарантирована даже Путина, потому что кудрявцы, да, потому что все эти шпиц-команда, они стали лицом, ну, они своими лицами уже известны. Поэтому я думаю, что они не смогли вырасти, потому что намного меньше людей бы приняли такую работу. Оставляем за скобкой неморальность этой работы, потому что это тоже сложно найти там такое, ну, небольшое, мельчество народа готово это делать, но сейчас это стало намного хуже, потому что это мельчество, оно будет переживать, не будут ли они тоже таким публичной шпиц-командой. Христа, на фоне случившегося с Дарьей Дугиной взрыв автомобиля, в котором она находилась, пошли заявления от официальных российских лиц, от сенаторов до пропагандистов типа Маргариты Симонян о том, что, ну, предыстория в том, что сообщается, на территорию Эстонии уехали, предполагаемые виновники теракта, и много разговоров о том, что вот там найдутся любители шпилей, как бы подмигивает там российская пропаганда, намекая на то, что устранить нежелательных лиц для Кремля могут даже на территории Евросоюза, в случае с Эстонией, страной НАТО. Ты там много рассказывал про случившееся в Солсбери, Берлинг Кэт много про это делал публикаций, много коллег-расследователей про это писала. Скажи, пожалуйста, насколько после тех громких историй в Европе стали серьезнее подходить к вопросам безопасности и угрозы со стороны агентов Кремля, людей, которые могут на территории... Убийство в Берлине, мы помним, киллер на велосипеде, Солсбери и много-много еще других историй, когда в российской власти убивали неугодных им людей на территории Европы. Скажи, насколько изменилась картина, насколько сейчас более серьезно к этому относятся страны Запада? Здесь это процесс, который идет, он не до конца выстроен, но я могу сказать, что наши расследования довольно много поменяли в понимании этого риска. Пошли законодательные инициативы и в Европе, и в Америке, которые ограничат все-таки путешествия россиян до биометрических паспортов, потому что это один из минимальных таких инструментов, который может выделить человека А, человека Б, а с небесными биометрическими паспортами летели реально все эти убийцы до сих пор. Так что это элементарное, минимальное изменение законодательства, которое бы уменьшило этот риск. Вот эта процедура сейчас идет. По крайней мере, страны, которые коснулись вообще этим большим государственным терроризмом, типа Англия, Чехия, Болгария, они поменяли вообще свои отношения и стали намного глубче вообще делать дэкграунд-чеки и не принимать любых кандидатов на визу, даже если у них никакого цифрового дэкграунда нет. Но этот процесс, я думаю, что до сих пор 70% от необходимого сделан. Ага, Христо, ты же как раз писал историю про Словакию, где по-прежнему тоже были выявлены ячейки кремлевские. Эта история всегда про коррупцию? То есть где-то кому-то занесли для того, чтобы закрыли глаза? Или в этих странах есть какие-то идеологические противники своих государств и сторонники того, что делает Владимир Путин? Эта история всегда про деньги? Всегда деньги присутствуют. Но очень часто люди, которые готовы принять деньги, им нужно какое-то личное оправдание, чтобы когда ночью они пойдут спать, они могли себя как-то оправдать, почему они эти деньги приняли. И тогда, конечно, много проще найти таких кандидатов, стать шпионом против своей страны, если у них было уже какое-то ранее идеологическое недовольство. Например, от Америки, от НАТО, от своей страны. Они обижены на что-то, конечно. И это правильный подход рекрутеров от ГРУ и СВР, что они пытаются предложить деньги именно таким людям. Но мой анализ показывает, что если такие люди приглашают на работу за Кремль, и им не даешь деньги, то они это делают, может, один раз, а потом отказываются. Христо, простите, что снова возвращаюсь к истории с Дарьей Догиной, чтобы делать главную новость последних нескольких дней. Конечно. Прошло вот сколько? Полтора, полутора, около полутора суток, прошу прощения, потребовалось ФСБ, чтобы выступить с довольно такой складной версией. Вы как расследователь, как человек, который изучает спецслужбы, полагаю, не только российские. Когда вы впервые прочитали эту новость, о чем вы подумали? На кого вы подумали? Ну, было разделено мое ожидание на 50%, что это украинские, ну, какое-то, может быть, негосударственные партизаны, потому что мне не казалось логичным, чтобы это было государственное покушение, там, вот ССО или ГУР, потому что, знаете, подготовить такое покушение, это стоит очень много времени, очень много ресурсов, и эти ресурсы невозобновляемы. То есть ты потеряешь людей, которые этим занялись. Либо они должны выехать за границу сразу, если получится, либо их арестуют. Поэтому государству Украиной выбрать во время войны, ну, даже самого Дугина, если не его дочери, если он сочтет, что он был целью, это нелогично. Поэтому 50% моего ожидания было, что это, ну, какая-то оппортунистическая ячейка партизан, который сам и решает, и выбирает кого, устранить. Либо, либо, что это сакральная жертва, которую сами ФСБ организуют, чтобы как-то продать идею, ну, более-более серьезной войны Путину. Поэтому, вот, это были мои первые ожидания. Изменились ли они спустя двое суток? Ну, есть, конечно, вот эта интересная версия, которую Пономарев рассказывает, в которой я не до конца уверен. Но, знаете, для меня, не хочу конспирологии, поэтому давайте дождемся от фактов. Пока могу сказать, что из этой версии, которая довольно такая, скажем, может быть, неубедительная, но довольно подплоченная видеоматериалами, там единственное, что меня как-то не убеждает в этой версии, это факт, что какие ресурсы, Стором 3, СОМ 2 и так далее, допустили человека, женщину, у которой был цифровой отпечаток, цифровой футбринт, который мне отняло, например, 30 секунд, чтобы найти, что эта женщина имела свое досье, как человек из украинских батальонов как члена Азова, но факт, что именно то ФСБ, которое так пристально смотрит за всеми нами, допустили, чтобы не только вошла, выехала в Россию эта гражданка с таким досье, чтобы она зарегистрировалась в доме и жила пару дней, или сколько там жила, меняла свои номера на той же самой машине и потом выехала после убийства уже. Это, мне кажется, сложно поверить. Но все возможно. ФСБ, как и ГРУ, они не самые компетентные люди, так что можно и этим объяснить все это. Да, и можно, наверное, даже в противовес вашей версии сказать, что въехала женщина с ребенком, с номерами ДНР, этих беженцев очень много и вряд ли, наверное, пограничник так уж дотошно ее допрашивал. Впрочем, пока это только область предположений, я вам еще одну версию представлю. Как раз сегодня мы в эфире обсуждали, что на самом деле это часть информационной войны. И как раз Михаил Подоляк и многие другие украинские политики говорят, что помимо войны реальной идет сейчас война информационная. И такой удар по все-таки пропагандистке, возможно, не первого эшелона, но тем не менее, как раз часть той большой сложной схемы, которая должна запугать пропагандистов, которые, я так думаю, очень сильно пожалели с 24 февраля о том, чем они занимаются на самом деле. Возможно, и так. Но еще раз, выбирается цель, которая максимальная по импакту, по влиянию. И потратить всю ячейку именно такого среднего уровня пропагандиста, честно говоря, я даже не знал о ее существовании. Я не знал, что ее телеграм-канале она меня угрожала новичком, например. Но выбрать именно это, мне кажется, но, с другой стороны, да, этот эффект, который вы описали, он будет, но, скорее всего, именно для цели окончания войны они бы выбрали, скорее всего, у кого-то, у кого-то там, полковника или генерала, который бы дал намного более результативный вообще эффект. Христа, позволь последний вопрос про спецслужбы. Ты один из главных специалистов по них, так как часто расследуешь какие-то грязные делишки и много знаешь инсайдерской информации. Мы видим очень много взрывов на территории аннексированного Крыма. То, что часто пропаганды называют хлопками, но потом мы видим кадры, это, очевидно, какие-то взрывы. Мы видим взрыв на рублевке автомобиля видного пропагандиста, который часто мелькает на федеральных каналах. Очевидно, что ФСБ где-то проморгало, ну, где-то проморгало, где-то, видимо, своими руками это сделало, мы не знаем точно, но что-то происходит явно не под их контролем, и то, по идее, чем они должны заниматься, предотвращать такие вещи. Скажи, пожалуйста, мы много обсуждали в контексте войны, что Кремль недоволен силовиками, они не справились с поставленной задачей. Теперь мы видим, что вообще на территорию России, на границе России пришла не то, что война, а смерть и разрушение, хаос. Какие настроения сейчас царят и в Кремле относительно спецслужб, и в руководстве ФСБ? Будут ли перестановки сейчас, на фоне всего происходящего, будут ли чистки, которые многие прогнозируют, по твоей информации? Ну, здесь, скорее всего, поскольку информация всегда, ну, может быть, и вбросом, лучше анализировать, чем искать информацию. И здесь анализ показывает, что да, должно быть огромное недовольство именно ФСБ в кулуарах Кремля, потому что, ну, ошибки накопляются уже очень много. Но это не означает, что Кремль может себе позволить чистки, потому что, посмотрите, до сих пор война была реально провалом, по многим причинам, не стоит тратить время на это. И ФСБ имеет огромную вину в глазах Кремля за, по крайней мере, первый сезон провала. Дальше, конечно, не только они виновные, но они реально довели до этого позора. Но может ли сейчас Путин поменять что-то кардинально, когда единственный способ показать, что это не полный провал, это провести, по крайней мере, интеграцию, и квази-интеграцию тех регионов, которые уже завладели. Ну, там, Херсонская область и так далее, и так далее. А чтобы закончить, как минимум, этот план минимум, им, Кремлю, Путину, нужно ФСБ. Поэтому они не могут сейчас поменять. В ходе этой провалившейся операции даже тогда не могут сделать чистки. Поэтому чистки будут потом. Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжали свою работу, нам нужна ваша поддержка. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с Путиным. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...